Передом поворачивайтесь. При нем были вазелин, проволоки, веревки, нож. Вы согласны добровольно показать место совершенного вами преступления? Он его завел со стороны железной дороги, вот оттуда. Вот мы туда пришли, значит, от того места, где указал, откуда мы встретились. И туда пришли. Под каким предлогом, как вы сюда шли? Широко открытые высота, в которых отражался ужас. Прошли в этот сквер, этот сквер аэропорта. В некоторых случаях было входное отверстие одно, но раневых каналов в этом же отверстии были десятки. Катило Андрея Романовича. Анатолий Иванович Евсеев, подполковник милиции в отставке, ночевал с Чикатило в камере. Шепетков Станислав Сергеевич проработал с Чикатило, ну, где-то два-два с половиной года. Яндиева Мурхан Хадрисович до 2004 года работал начальником отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма прокуратуры Ростовской области. Бураков Виктор Васильевич, генерал-майор милиции, выезжал практически на все последующие убийства. Это было последнее интервью человека, который поймал самого страшного маньяка последних лет Чикатило. Конечно, вместе с большой следственной группой генерала-майора милиции Виктора Буракова не стало буквально через несколько дней после нашего с ним разговора. Он долгое время не мог выдавать детали этого страшного, жуткого дела. Сначала, конечно, по политическим мотивам, еще там Советский Союз и сразу после него. А позже так вышло, что в 90-е годы в Россию уже приехали иностранные писатели и предложили следователям гонорар за контракт, чтобы получить права на эту историю, права на то, чтобы описывать ее в книгах. Так вот тогда они подписали этот контракт, толком его даже не прочитав. И таким образом Виктор Бураков полностью лишился прав на эту историю. Он не мог написать свою собственную книгу, так и не написал ее в итоге. В нашем фильме он расскажет то, о чем не говорил очень долгие годы. Он впервые обнародует письма самого Чикатило, которые тот писал из тюрьмы, своей собственной рукой, там, 25 страниц. Он рассказывал, Чикатило рассказывал о своем детстве, о том, когда у него начались первые проблемы. Все эти письма долгое время хранились у самого Буракова, он рассказал нам о них. Бураков расскажет об огромном количестве ошибок, которые были допущены следователями, экспертами, которые сбивали следствие, и при этом количество жертв постоянно увеличивалось. Это были страшные ошибки, которые, в общем-то, стоили десятков жертв. Кроме того, это дело замалчивалось всеми способами. О нем не говорили ни по телевизору, ни писали в газетах поначалу. Только в тот момент, когда уже невозможно было скрывать эти 53 жертвы, конечно, информация просочилась и пришлось говорить открыто. Виктор Бураков положил огромную часть своей жизни на то, чтобы поймать Чикатило. И вот его рассказы, рассказ его коллег. В тростниковых зарослях был обнаружен труп мальчика 9-летнего. Мне поразили глаза ребенка, ужас, страх. Глаза сохранился у мертвого трупа, вот такие вот глаза, как у живых. Дело в том, что моему сыну младшему как раз на тот период времени исполнилось практически столько же, ну, может, год плюс-минус. Труп был мальчика, он пропал в субботу, по-моему. А труп нашли в воскресенье, купаться люди пришли. И кто-то, в камыш забрел, нашел камышак труп. Он был обнаженный совершенно, лежал на спине, множественные ножевые ранения в образе, в груди, живота. Но глаза были не тронуты, глаза были открыты. Такие широко открытые глаза. Я до этого, ну, я такого не видел обычно. Прищуренные глаза, закрытые. А это широко открытые глаза, в которых отражался ужас ребенка, понимаете? Вот. И он был похож на моего сына. И вот я для осмотра наклонился, потом еле поднялся. Мальчика Петрова, он его завел со стороны железной дороги, вот оттуда. Вон башня стоит, водонапорная, и там железная дорога проходит. И вот с вокзала, если идти, то как раз сюда и можно пройти. И вот так вот, и вот туда забил. Ну, ну что, и убил. Чушь теперь. Вырвал, насколько мне известно, вспорол в живот и вырвал где-то около двух метров кишечек. Вот. А что дальше, то есть он в итоге его с телом, что он сделал? Ничего, просто бросил и все. Вкратце здесь вот расскажите. Ну, а... Ребята, вы не сюда поближе, да? Ну, кратце вот, как я рассказывал. Так. По этому маршруту шли? Да, по этому маршруту мы шли, да. Вот мы туда пришли, значит... От того места, где вы указали? От того места, да, где указал, откуда мы встретились. И туда пришли. Под каким предлогом, как вы сюда шли, для чего? А, что я... Что я сказал там, ну, сказал ко мне там, в гости там почти-то... Вроде как к себе? Да, пошли в гости, да, да, в гости там. Или, может, для других каких-то целей? Вот. Приглашали вы ее там? Ну, да, в гости там, ну, на дачу там в гости-то сказал там, да, там сказать что-то. Да, что да. Чтобы там выпить, закусить там что-то. Ну, а мы его прошли здесь, это все там, там, так, начали убил здесь. Так, погромче. Убил я ее здесь эту. Так, чем? Чем? А, чем? Ножом. Ножом. Это кухонным ножом. А, что, где-то... Ну, летом тепло, так она была в платье. Ну, из-за кофты. Ку-куфты. Ку-куфты? Да, и кофты была. Да. А ножом каким, говорите? Это кухонный нож. Он был психически болен. Он ее должны были лечить, по сути дела. Как можно здоровому человеку, допустим, убить женщину Лучинскую в августе месяце 84-го года вдоль тропинки, в которой уходят люди, и в любой момент могли натолкнуться на него. Он прямо около тропинки, под кустом разделал, извините за выражение, вот, ну, она была женщина легкая, девушка легкого поведения, шла к подруге вечером в 9 часов, чтобы пойти в баню вместе. А на следующий день утром в 9 часов рабочие шли и наткнулись на нее. Так вот, при осмотре, когда я выехал туда и осматривали место происшествия, на деревьях вокруг этого места были обнаружены следы ударов ножом. Повреждена была кора на деревьях, видно было, что деревья удаляли над ножом, клинком ножа. Как впоследствии оказалось при допросе Чикатилоца Мадрия Романовича, он после убийства еще некоторое время, в течение 15-20 минут, не мог сориентироваться на местности, он не мог выйти из этой рощи, не знал, куда идти. Находился в таком состоянии. Вот это во-первых. Во-вторых, он такому возбуждению, что после совершенного этого ритуала, преступного этого, еще потом ударял ножом по деревьям, чтобы как-то успокоиться. Даже если бы в момент совершения убийства кто-то к нему подошел или заставил его на месте, он бы продолжал делать свое дело. Он специально задавал вопрос. Романович, ну представь себе, ты совершил убийство, тягчающее дело, лишил жизни человека. После этого, неужели ты спокойно спал? Он мне говорит, Амурхан Хадриевич, я как убитый, как будто я вагон разгрузил и уставший отрубаюсь. Но я, говорит, получал такой кайф, когда жертву убиваю, я, говорит, получаю такой кайф, говорит, у меня голова кружится. Я вот, как вот бывает, говорит, курицу или петуха по башке стукнешь, и она вот так кружится, как пьяная. Я, говорит, примерно вот в таком состоянии, говорит, ходил, были случаи, говорит, меня машиной чуть не сбили. Вы можете рассказать о тех письмах, которые у вас есть? Мне была поручена оперативная разработка, потому что нужны были сведения о его преступной деятельности, о том, что он мог следствию не рассказать, о чем мог рассказать сокамернику, ну, есть такая ситуация. Поэтому, во-первых, был подобран кандидат для помещения к нему в камеру человека в темную, так будем говорить. То есть человек не должен был знать, с кем он сидит в камере, чтобы не появились у него отрицательные эмоции, ненависть к этому человеку. Потому что в таком случае... А чего вы просто не убили в камере? Такая была вещь. Был подобран человек, судимый ранее, не за криминальные какие-то там, не за убийство, не за кражи там, а за мошенничество. Как правило, это люди образованные, вежливые, культурные, которые могут найти подход к любому человеку для совершения своего умысла. Ну, мошенничество, для совершения мошенничества. Для этого же нужно наладить контакт и с человеком конкретно, и с предприятием, где-то, чего-то. Вот специально был такой человек найден, и самолетом был доставлен с Сибири. И его роль состояла в том, чтобы войти в доверие к Чикативо. Но для этого нужна легенда. Поэтому вот сразу же изначально, после знакомства с этим человеком, мы определились. Причину помещения, во-первых, причина помещения в СИЗО ФСБ. Туда же простых преступников не сажают. Понимаете, да? В развитии компьютера, что он использовал компьютерные программы для защиты, там, в общем, суперадвокат. Вот. И договорились, что он вот эту легенду втюрит товарищу Чикативо. И Романовичу. С той целью, что отреагируем Чикативо и обратиться с просьбой, чтобы этот адвокат и взял его под защиту. Вот такая была придумана легенда. И где-то через какой-то, по-моему, дня через два, после общения, Чикативо действительно на эту клюнул. И попросил этого агента, а не может ли он попросить своего этого адвоката, чтобы он согласился его защищать. И Дагид ему сказал, что для того, чтобы тебя взял под защиту мой адвокат, нужно подробно изложить все с рождения, все твои проблемы, как ты жил, где ты жил, с кем жил, какие проблемы возникли, со здоровьем, там, с заболеваниями и все остальное. И этот Чикативо начал писать в письменном виде от руки, где он родился, как жил, какая семья, о том, что у него брата съели в 1933 году. Съели? Да, на Украине с голода. Они жили в поселок Ягодный, по-моему, там где-то в 1933 году. Я не могу сказать, правда это или не правда, но это подтверждалось сестры несколько раз. И вот это все описал случай с соседкой, когда она пыталась его затащить, и когда он не смог. А сколько лет ему было тогда? Ему было тогда 14 лет. И вот все это он начал, как в армии служил, кем служил, где служил, он же служил в пограничных войсках, связистов. И он описывал там, сам пишет, что был по два метра рост, вернулся с армии на загляденье, девки висли на нем, как нарушенная она, на дереве. А он, к сожалению, не мог ничего сделать в силу проблемы, которые существовали тогда уже с сексуального плана. Это все он начал, все это описывать. И таким образом, потихоньку, потихоньку, агент Якова передавал эти письма адвокату, но я получал их я. И они у вас до сих пор хранятся? Они все у меня хранятся, они все, первый источник, написанный рукой, они все у меня. Их где-то около 25 писем. И письма на трех, на четырех листах с обеих сторон. Это целая история жизни человека, полностью все описывает. И самое главное, что последствия он стал описывать, где и когда совершал преступление. Это правда, что он некоторым жертвам выкалывал глаза? Да, это были удары гвозницы ножом. Ну, некоторые объясняли там по каким-то другим параметрам и так далее. Я считаю, что он просто боялся осмотреть в глаза жертвой. Боялся. Какой бы он ни был, он все-таки, будем говорить, трусоват был. И вот он не выдерживал взгляда. В интернете писали о том, что он якобы с помощью ножа пытался насиловать эти трупы. Нет, это неправда. Это признак был другой. Когда мы изучали материалы уголовных дел, особенно нас больше всего интересовало заключение судебных медиков. Они делали описание наружное и внутреннее исследование. И вот когда мы прочитали, в этом заключении было указано о том, что у жертв обнаруживали большое количество колыто-резаных ран. Там было, в некоторых случаях, было входное отверстие одно, но раневых каналов в этом же отверстии были десятки. Это были признаки того, что преступник является извращенцем, анонист. И эту версию нам подтвердили сексологи. Вы правда почти всех жертв помните по фамилиям? Практически, да. На тот период времени было обнаружено на территории Ростовской области 6 трупов. Личность которых практически всех была не установлена. С этого все начиналось. За исключением первого трупа Бирюк Любы. Пошла в магазин за сахаром, за сигаретами. Отчим послал ее и домой не вернулась. А через 2 недели практически, чуть больше, было обнаружено трупплюса в полосе. Муинфицированный, обнаженный, без верхней одежды. Как потом выяснилось, с ножевыми ранениями. Сколько было? В область рудной клетки. Ну, тяжело было тогда определиться. Потому что следы были обнаружены на костных останках и в лазницах. Одинаковый почерк был в том, что жертвы были обнаружены в лесных посадках. Это раз. Второе. Трупы были голые. Все? Он все. Он их раздевал. Преступник раздевал своей жертвой. Он потом наносил большое количество колото-резаных ран. Сколько? Ну, бывали случаи где-то до 40 и больше. В одно тело? Да. Причем, и третий признак – это то, что у трупов отчленялись половые органы. У всех? У всех. У мальчиков и у девочек. И на месте происшествия эти половые органы не обнаружили. Преступник их уносил. На тот период времени были задержаны коленник, шабуров, которые якобы взяли на себя эти преступления. На самом деле они были сумасшедшие. Ну, они собрали все олеофрении на разной стадии. Допустим, коленник – легкая стадия была олеофрении. Шабуров, например, с которым их задержали в 83-м году. У того развития было пятилетнего ребенка. Они были задержаны трамвайном депо Первомайского района. Варитель утром пришла на работу ехать, готовить трамвай. Смотрит свет горит трамвай. Подошла к трамваю, они там вдвоем включали свет. Мы пытались завести, но баловались. Вот. Она вызвала милицию. Начали его там начальник розыскать. А, это ты, мол, совершаешь убийство? В результате, к 84-му году я понял, что они к этим делам абсолютно непричастны. И если коленнику дать 3-5 пирожков с повидлом, то он и возьмет на себя убийство президента Соединенных Штатов. Он не мог назвать. Ни в чем одеты были жертвы. Он не мог назвать точное место. Он не мог назвать все. Было, ну, понятно. Одно и то же. Шел, встретил, купил вина в бутылку, выпили и совершил убийство. Ошибка произошла на самом первой стадии. Когда первые жертвы были, и там находили биологические объекты. У него была вторая группа крови. А эксперты нам дали, что у преступника биологические объекты его четвертой группы. А как так получилось? Как получилось? Перепутали. Началась основная работа, направление по выявлению и отработке лиц четвертой группы крови. Пошли на нарушения даже. Заставили в автошколах при окончании автошкол ставить штамп в этом самом удостоверении о группе крови. В паспортах, то есть полностью, и все, у кого была четвертая группа, все проходили через... На момент заезжания Чикатило у меня было 7,5 тысяч в картотеке лиц четвертой группы крови. Основные поисковые мероприятия, это были так, приманки, ну как мы называли их, это девушки переодетые, более-менее так накрашенные и так далее. Сотрудницы МВД. Да, сотрудницы в основном под прикрытием, они были на вокзале и так далее, вплоть до того, что даже ночевали там на лавочках и так далее. Но все дело в том, что когда начали смотреть, ведь у него-то малолетние в основном были, где-то 13, 15, 17 лет. Вот, а наши сотрудницы, они все постарше, намного. Поэтому я, ну будем говорить, привлекал свою дочку Юлечку. Вот, она ходила, когда была возможность, она ходила по вокзалу, вот, а я, естественно, со стороны наблюдал и так далее. Ну... Сколько дочке лет было? 13. С ума сойти. Чего? Как не страшно вам было. Ну, это для нее же нужно. Или для кого? Для меня, что ли? А что вы дочке, как вы дочке это объясняли? Никак. 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 Это называется, использовал темную. Вы просто сказали, говорили, иди погуляй. Да, иди погуляй, и все. Она не знала, о чем речь, и для чего. Она потом, когда уже взрослая стала, ну, ей сейчас уже, извините, 3-4 год. И он на приманку клюнул, нашу приманку. И хотел ее уговорить. Это девушка была сотрудницей МВД? Да, да, да. И они вышли. Он, видимо, почувствовал, что за ним следят. Он бросил эту жертву свою, так очередную, так сказать, мнимую. И пошел в сторону вокзала. Там на травмай сел, доехал до рынка. За ним следили. Там его задержали и говорят, ну что, друг, приплыл и по плечу ему. Он повернулся, оперативники рассказывали. Он весь, говорит, поту. Спотел весь его, жар кинуло. Он перепугался. Его доставили в отдел милиции. Начали проверять. Там его можно было уже тогда, если бы немножко додавить. Но он отрицал все, хотя при нем были вазелин был, проволоки были, веревки были, нож был. А как же он? Он как-то это объяснил? Он объяснял, что вазелин он для того, чтобы смазывать там где-то ранки или там сухую кожу, губы там смазать, если сохнут губы. Нож объяснял тем, что брал с собой для того, чтобы ездить в командировки, хлеб порезать или еще что-то там. Проволоки так просто подобрал. Ну, по-разному все объяснял. Ну, его задержали. Нашли там, что он якобы на предприятии, где работал, кусок линолема там украл. И его под этот кусок линолема три месяца ему дали там. И за него забыли. И вот по ходу мы работаем, работаем. Ну, если дальше... А у него же взяли кровь-то, когда его задержали? У него взяли кровь, проверили. Вторая группа крови, поэтому его все отпустили. Главный биолог страны, Светлана Владимировна, гуртовая. Говорила нам, ребята, ищите преступника с четвертой группой крови. Четвертой. Четко говорила, только с четвертой. А оказалось, когда его задержали, у него вторая. Затем Светлана Владимировна начала говорить о том, что какое-то парадоксальное выделительство и так далее, и так далее. То есть группа крови одна, а выделения другие. Над этими выводами смеялся весь мир. А добавлю еще, мне терять нечего. Когда это все выяснилось в Огоньке и в «Правде» газете, появилась статья гуртовой о парадоксальном выделительстве, так называемом. Что якобы сперма одной группы, а кровь другой группы. Так вот, когда Колин писал книгу, у меня была серийная вырезка из газеты о парадоксальном выделительстве. Когда он увидел, говорит, можно я возьму ее с собой? Он забрал в штату ее, и оттуда приехал и сказал, Дмитрий Васильевич, этого никогда не может быть. Такого не бывает. Чтобы группа крови одна, а сперма другая. Это же, в общем-то, ошибка, которая стоила десятка жертв. Конечно. Больше сорока человек. Да. А за эту ошибку кто-то ответил? В сожалению, никто не ответил. Ни эксперты, которые нам это все... Это же их не просчеты. Но Исаак Магомедович Костоев, давая интервью, он даже не сообразил, о чем он пишет. Ошибка не его группы крови, а ошибка в том, что в материалах неправильно сделали экспертизу. Дело в том, что жертвы-то продолжались, и вот скрывать это было уже невозможно. Я сам лично помню в Батайске, в других школах собирал специально родительские собрания, где им, родителям, говорю о том, что вот такая-такая ситуация, ходит какой-то зверь. Предупредите своих детей, чтобы они с посторонними никуда не ходили, чтобы не слушали никого, потому что могут обмануть. Его хватало на 2-3 месяца после совершенного убийства. То есть он жил спокойно, все это самое. А потом начиналось у него в организме происходить вот эти все изменения. Один раз это был случай, когда мы со своим сотрудником на авторынке, ну там рейд какой-то был. Ну и Чикатило стоит и продает свой автомобиль 2140, у него был желтого цвета. Ну здрасте, здрасте, как дела, как чего, как работа в милиции, я вам завидую всегда, потому что вы навсегда на первом фланге, вы преступников ловите. Он вам говорил. Да. Когда же вы вот поймаете-то вот личность этого, мы говорим, а в смысле поймаем, ну ловят же, поймают. Да я сам ловлю, потому что я в дружине нахожусь. Он был дружинником еще. И ловил сам себя. И ловил сам себя. Это правда, что он какое-то время работал в школе? В училище, на Вашахтинске. Так. Там был такой эпизод, он вывез этих курсантов, так сказать, вывез на природу, и там озеро они купались. И он там обратил внимание на одну девочку, которая уже так сформировалась. И он не выдержал, поднырнул под нее, начал ее за груди там хватать. Ну это скрыть не было, уже невозможно. Приехали туда они в это училище, доложили директору училища, и директор его попросил по собственному желанию. И у него тогда была кличка Соска у Чикатило. Почему? Потому что он в общежитии приходил, вроде как будто дети спят, он одеяло поправлял, и потом подлазил под это, брал половые органы и облизывал. Ну извращенец, полный извращенец. В тот период не было такого понятия, как маньяк. 121 статья мужеложества, она в основном характеризовала, в основном применялась для лиц ранее судимых. Это эти половые отношения между мужчинами, они были развиты, как правило, в тюрьмах. И люди, выходившие, освобождавшиеся из мест лишения свободы, продолжали этим заниматься уже по, так сказать, по привычке. Ну, да. И на тот период времени понятие, чтобы отношения между мужчинами существовали среди нормальных людей, такого понятия не было. Это все скрывалось, никто об этом не знал. И когда в 1984 году я вышел на одного судимого, потому что одна из версий была о том, что убийство совершает ранее осужденный по статье 120 по 121. И когда я делал анализ судимых всех по 121 статье, по ИЦ, информационный центр у нас, где сведения все по видам преступлений, и нашел товарища одного, который был судим по 120 и по 121, аж 8 раз. Бывший преподаватель преподавал в школе английский и химию. И он мне сдал картотеку свою, в которой было 225 фамилий. Среди них дети, взрослые, 6 человек во главе с артистом театра нашего, который тоже занимался мужеложенством, я не буду фамилию называть. Среди них были и сотрудники, вернее, члены партии, Сапкома партии. И когда он мне предоставил эту картотеку, надо было людей этих отрабатывать. А как отрабатывать, если не... Ну как? Чтобы не знал никто, этого невозможно. И когда начали задерживать этих людей, вот для меня, например, было тоже неожиданностью, когда задерживали парня, переодетого в женскую одежду, который гулял, переодевался вечером. Родители даже не знали об этом. И гулял по парку Горького, снимался пацанам, парням в качестве девушки. И когда все это всплыло, был большой скандал. Меня приглашали в обком партии. И спрашивали, откуда это, что это, откуда это взялось. С медицинской точки зрения, он не мог иметь потенцию, если можно так сказать. Ну, да, он не мог. Почему? И вот я же с самого начала говорил о том, что ранивых каналов было много. Это ананист, просто ананист. Он не мог получать удовольствие от полового контакта. Он вот так вот получал удовольствие от того, что жертву убивал. Жертву ладоней. Физическое удовольствие. А жена что-то говорила об их половой жизни? Она у них была? Тоже вопрос задавала. Я говорю, как вы в половом плане? Она говорит, если за всю нашу жизнь совместно, если 25 раз, если мы были вместе, скажите спасибо. Я говорю, а как же дети родились? У вас же двое детей. Я, говорит, его раскачивала, раскачивала кое-как. Я говорю, а что же вы с таким-то жили? Это же страдания. Постоянные женщины нужен мужчина. Она говорит, вы знаете, он не пьет, не курит, все в дом несет. Ну, что мне искать лучшего? Я читал, что жена говорила, что он дома не мог даже курице голову отрубить. Не мог. Действительно так. Но он когда рассказывал, когда жертвой он оказывался в нужном месте, когда он совершал это убийство, он говорил, что я терял рассудок, у меня голова, говорит, кругом идет, давление, говорит, сразу поднимается. И я, говорит, все, я уже все, потерял весь контроль. Уже все, я уже за себя не отвечал. Это вот в нужный момент, где-то в роще он попал, никого нет, и жертва. Он ее пускает чуть-чуть вперед и наносит удар. Он никого не тащил. В том-то весь и секрет. Стоит народу много, автобуса нет. Он говорит, вы знаете, стоит никому не обращаясь, просто вот, да, не сяду я здесь на автобус, не сяду. Наверное, надо идти вот туда, пройду и там, там легче сесть. Поворачиваются и пошел. Мальчик, думая об отсутствии, идет следом. Ну, как дядя, что взрослый, знает, идет следом. Дошли до той остановки, там часовой завод, это на Ворошиловском. Он подошел, да, здесь тоже не сядем. Пойду-ка я к себе на дачу. Видео посмотрю, у него видак у меня там и так далее. И пацан стоит рядом. Он говорит, хочешь, пойдем со мной. И пошел через мост на левый берег Дона. И мальчик, Чепель, Сашенька, за ним следом. Как же, дядя. А потом, говорит, на машине приеду. У меня москвич там и так далее. И пошел следом. Предпоследнюю жертву он закопал на кладбище. Причем закопал, эту могилу он копал, как говорил, для себя. Но в эту могилу он закопал этого мальчика, который без вести пропал. Его не было. Потом, когда он уже признался, он нам показал место захоронения, и мы таким образом его извлекли. А что значит, он вырыл эту могилу для себя? Ну, ему надоело, как он говорил, что я не могу, я уже знал, что это кончится плохо. Я готовил для себя могилу. То есть он хотел совершить самоубийство? Может быть. Мы придумали один интересный момент. Значит, первым с вокзала, ну, с пригорода, до станции Зверева, до станции Зверева, ехал я на электричке. И мы договорились как? Смотреть все места, где он совершал преступления, как они выглядят, и какие есть еще места, где он не совершил. И вот в этот момент он прокололся. Милиционер его засек, когда тот выходил из рощи, там листья прилипли, ухо чуть-чуть там подрато было, ну, веткой зацепился или ногтем, там он совершил в это время убийство Коростик. Это? Это последняя женщина Коростик. Последняя его... Женщина легкого поведения? Да, да, да. И когда его... Он засек, тот что-то попытался мыть и так далее, с портфелем был, с портфелем, а там сидели еще, грибы собирали люди, но они, как правило, с лукошками, так и далее. А он с портфелем, говорит, кто ходит? Ну, так пацан сообразил, говорит, что-то с портфелем за грибами не ходят. Вот. И подошел к нему, проверил его документы и записал. Паспорт и так далее, паспортные данные. Все. И по приезду в Красносулинский райотдел, поскольку это территория его, он написал рапорт. Буквально через два дня находим труп там, в этом районе, вот этой коровщикой. Начали проверять, кто же там попадался. Чикатило. Я, когда с ним беседовал, я говорю, Романович, ну, как вот получилось? Он говорит, вы знаете, меня, наверное, какие-то злые духи охраняли. Говорит, я ее, говорит, ножом ударил в шею и ее, говорит, там разделываю и слышу, говорит, тропинка рядом проходит у меня создало впечатление, как будто надо мной колпак, я их вижу, а они меня нет, я их слышу, а они меня нет. Помните тот момент, когда вы впервые увидели Чикатило лицом к лицу? Да, это было, я же говорю, когда мы его задерживали, мы подъехали, все, и там сообщают, нам сообщают, значит, он идет через парк, идет по аллее с баллоном пива, в овощи, и направляется в вашу сторону. Ну, мы в бучу. Одет так-то, так-то, это же ноябрь месяц был, одет в коричневой куртке, вот, без головного убора. И в этот момент, мы когда его увидели, семерка отстала, и мы за ним следом пошли, а он нырнул в это кафе. Так. Зашел в кафе, мы остановились, я стоял спиной к выходу в кафе, и он выходит, и хотел нас обойти. Ваша фамилия? Это Чикатило. Чикатило, вы арестованы. Мы тут же его, я за правую руку, у першков залил, завернули, надели наручники и повели к машине. Все. Спасибо. Давай, давайте, что-то. У нас в машине больше не ешь. Значит, не о чем с ними беседовать. Какая у него реакция была? Никакой. Заторможенность полная. И где-то уже подъезжая к управлению, он говорит, да, не надо было ссориться с начальством. Я ему говорю, молчи, все. Никаких разговоров. Дело в том, что он думал, что, поскольку он писал письма там, руководителем, жаловался на Лукьянова, Анатолия Ивановича. Лукьянов был зампредседателем и зампредседателем. И он жаловался на Горбачева. Ну, в общем, писал туда. И отсюда и пошел. Вот они, меня и пришли. Он подумал, что он заполит политическую деятельность. Может быть, подумал. На протяжении восьми дней Костоев не получил от Чикатило никаких признательных показаний. Оставалось два дня до принятия решения. Надо было или предъявлять обвинение задержанному, или выпускать его за отсутствием доказательств. Поэтому в этой ситуации я был убежден на тот момент, что он убийца. Поэтому я Костоеву предложил давайте Бухановского используем. На что он, конечно, категорически отреагировал. Почему я подтащил Бухановского? Потому что прибывшие из института Сербского специалисты двое приехали психиатров, доктора наук. Дали заключение о том, что два преступника. Один убивает девочек, другой мальчиков. Один женщин, другой мальчиков. Во что было сложно поверить, потому что способ один и тот же. Поэтому я обратился в кафедру психиатрии в мединститут. Принес фотографию Лучинской, которая была обнаружена в июле месяце в парке авиаторов. Собралась кафедра целая в мединституте полностью. В том числе там и доктора, и профессора, профессора, преподаватели, персонал, короче, весь. Я обратился к всем присутствующим с просьбой, коротко объяснил ситуацию на свой страх и риск, о том, что у нас такая проблема. Ну вот. И пустил по рядам вот эту фотографию с повреждениями совсем, где четко было видно, что он творит. Это скрытая брюшная полость, вырезаны половые органы, все это на фотографии, множественные живые ранения в области грудной клетки. Я когда закончил общение, вышел с аудиторией, пошел на выход, меня догнал Бухановский лично сам. Он говорит, можно поподробнее то-сюда я ему один на один, так сказать, как-то он мне вызвал сразу уважение, потому что никто не отреагировал, кроме него. И вот он впервые написал, подготовил психологический портрет преступника, где писал. Сказать о том, что он угадал все, это нельзя. Но возраст подошел, то, что страдал половыми переверзиями, подошло. Это что значит? Ну, я деталей не могу переверзить, извращение и изменение потенции, короче говоря, с раннего возраста. Это все подтвердилось действительно, потому что в 14 лет впервые Чикатило его на себя затащила соседка, постарше была, и он не смог себе ничего сделать, после чего испытал очень большой стресс, как он сам это описывает. И в итоге это все потом всю жизнь длилось. Обращался к врачам он один раз по этой причине. Ну, знаете, что у нас в России секса не было, и никто этим не занимался, никто этому не придавал никакого значения. Поэтому он вот это описал, описал, что он семейный должен быть, оно так и получилось. Кратце вы можете нам рассказать, где вы встретили и как вы на месте совершения этого преступления? кратце вы подробно рассказали об этом на предварительном сексе. Мы прошли в этот сквер, сквер аэропорта. Сквер он называется? Сквер или роща. Роща аэропорта. Роща аэропорта. вы долго оставались или поехали куда-то или ночевали где-то? Я поехал домой. Когда осталось два дня до вынесения решения или предъявлять обвинения или выпускать, деваться некуда. Поэтому он мне говорит, звони своему Бухановскому. Я позвонил Александру Олимпович. Он приехал полдевятого ко мне в кабинет. Бухановский попросил не звонить и беспокоить его, не отрывать это самое без дела, ну, чтобы дать возможность пообщаться. А в 10, без 15 10, как сейчас помню, мне позвонил Бухановский с автомата. Говорит, Виктор Васильевич, я закончил. Я говорю, что-то есть интересное? Он говорит, да, есть признание о том, что он совершил убийство девочки по фамилии Закотного Юля Грушевки. И он пришел ко мне в кабинет и отдал мне тетрадь, обычную ученическую тетрадь, кулеточку. Она вся была с первого листа и до последнего. Там домики нарисованы, звери всякие нарисованы были, люди, девочки, там, женщины. Ну, его рукой было все нарисовано. Чикатило. Ну, да, это самое. Ну, это метод какой-то там называл, я не специалист, не психиатр. А в конце тетради, на двух листах последних тетрадей, собственноручно написаны им Чикатило, говорит о том, что в 78-м году, находясь в себе Грушевка в своем домике, он встретил девочку по фамилии Закотного, которую завел к себе в этот домик вечером, которая возвращалась со школы, изнасиловал, труп задушил и труп выбросил в речку Грушевка, где он действительно был в последствии обнаружен. Но на ней тогда не было такого количества повреждений, как последующих. Она была действительно задушена и все, изнасилована. Как-то он объяснил, зачем он это сделал? Почему? Как объяснил? Как объяснил? Он никак не объяснял. Он объяснял это своим состоянием. Я ему организовал как-то встречу, свидание с женой. Пригласил ее, жену подговорил. Я говорю, ты смотри, так его не осуждай, потому что если он начнет осуждать, она начнет его осуждать, он замкнется тогда. Я ее попросил, чтобы она выслушала то, что он говорит. И вот он там обнялся, тыкался носом к ней в шею, объяснял и говорит, я тебя не послушал, ты мне говорила, что надо пойти к врачу-психиатру лечиться, а я тебя не послушал, но ничего, все это устаканится, все будет нормально, вот, я подлечусь, сейчас меня направят на лечение, там и все. И вот тогда он слезу пустил. То есть, ему только себя жалко? Ему себя только было жалко и все. А жена вообще, она понимала, с кем она жила? Тоже интересный вопрос, я ее пригласил и говорю ей, ваш муж убийца, убивал детей. Она говорит, я не верю в это. Почему? Он говорит, она мне говорит, что у меня внуки живут в Харькове, и вот говорит, приехал, я, говорит, работаю в отделе снабжения, меня целыми днями дома не бывает. И он тоже в отделе снабжения работает, тоже дома не бывает. И он, проезжая из командировки через Харьков, захватил оттуда внука привез. Я ему говорю, зачем ты его привез, кто за ним смотреть будет? И он меня, говорит, обвинил в том, что я бессердечный. Он говорит, внуков любит, детей любит, а вы мне говорите, что он убивает детей. Не стыкуется как-то она. Вот когда ей все это показали, она, конечно, потом поверила в все это. Как он вел себя в зале суда? Первоначально он был спокоен. Он, ну, как внешний вид обреченного человека, понимающего о том, что его ждет. Он молчал, не реагировал на крики в зале суда, у него бросали там эти болты, через решетку пытались и кричали, там, истерики были люди, родственники там вообще кидались на сетку на эту. Вот, он абсолютно на это как-то, ну, сидел с опущенной головой и не реагировал практически. Вот, на вопросы судьи и Лемжанова, у Лемжанова, по-моему, правильно, отвечал обычно, опустив голову, отвечал на вопросы, вот, но со времени, вот, какого-то периода времени, он начал поведение менять свое. И, скорее всего, это было связано с попыткой, ну, доказать о том, что он болен, как-то повлиять на и судью, и на присутствующих в зале. Он начинал кривить лицо, это самое, показывать, что у него какие-то, ну, приступы, спазмы, он начинал вертеться, нагибаться, ну, это лицо, менять внешность лица за счет мышь лицевых, вот, я был свидетелем, когда он разделся, вообще, снял штаны, трусы снял, с голым петяном, вот, то есть, спустил штаны, прям в зале сюда, перед всеми людьми, в клетке прям, вот, после чего был срочно забран и удален из зала. Про глаза Бухановский однажды обмолвился, что он очень, ему было стыдно перед жертвой, что он, то есть, сделал все для того, чтобы она сначала его не видела и продолжал дальше. Правильно, у него же дети были, он же переживал, у него же маленькие дети был, сын как раз перед, дочка, конечно, он детей любил очень, вот в этих письмах, которые у меня, которые он писал, которые у меня, он же там и жену Фенечку, милая Фенечка туда-сюда, ласточка моя, миленькая моя, туда-сюда, писал ей же и детям, Юрочка сыну, я тебя люблю. Тот факт, что это дело максимально замалчивали, особенно поначалу, это нигде не было ни в прессе, ни в телевидении, вы не считаете, что это была ошибка, которая, в общем-то, в том числе также помешала, то есть, если бы все знали, если бы его искали, после вынесения приговора, как он себя вел? Были мы у него в камере, ну, он уже был в робе, в полосатой робе, уже приговоренный, после приговора, вынесения приговора в высшей мере, он там у камеры занимался, вжимался, даже после приговора? Да, да, есть такая информация, была такая информация. Удивительно. Ходил по камере, много двигался, и пытался отжиматься, все остальное. Делал зарядку полтора. Ну, в этих условиях любой человек, вы понимаете, да? Нет, не понимаю, если ты понимаешь, что ты все обречен. Ну, надо себя как-то держать, не то, что в форме, а как-то отвлечь себя от этой ситуации. Это же один из способов. Отвлечься. Конечно. И, как правило, из практики многие осуждены на большой срок или ждущие приговора, они, как правило, активно начинают, раньше не занимаясь, а в камере начинают активно заниматься зарядкой, спортом. Какой момент лично вас потряс больше всего? 8 марта, как сегодня я помню, мы отмечали женский праздник и позвонили. В ботаническом саду обнаружили труп мальчика. Ну, а что за труп? Мало ли, какие трупы бывают. Объяснили, что повреждения такие-таки. Я сразу понял, я говорю, это наша жертва. Маньяк наш объявился уже здесь, в Ростове. И мы выехали в ботанический сад, и такое было ощущение, что труп еще свежий. Не потому, что свежий он и так, но он теплый еще. Потому, что, видимо, преступник недавно только ушел. И вот это, после этого я пришел домой, и вот во сне мне снится сон. Такой идиотский сон, что а мы же как раз все перекрыли. Приходит какая-то женщина. Я, говорит, пришла с заявлением. А что за заявление? Он говорит, вот вы все перекрыли, а вот вы ищете человека, который убивает. Так вот, это мой муж. Вы все перекрыли, а он уже стал поглядывать косо на меня. Я чувствую, что я могу быть очередной жертвой. Я говорю, а кто такой, где он? Он там-то, там-то. А где жертвы? Она говорит, пойдемте, я вам покажу. И вроде бы как будто она меня приводит, где скирда соломы в поле. И за скирдой соломы, вот как поленье деревьев, дрова сложены, вот так вот, штабелями лежат трупы. Большое количество трупов. Я говорю, а где он сам? Уже надо его задержать. Я потом встречаю Костоева, я говорю, я поехал туда-туда-то задерживать. Он говорит, нет, я поехал. Ты оставайся, и он вроде бы поехал. Ну и в жизни так и получилось, в принципе. Самое главное, что и Костоев, и все категорически отрицают роль Бухановского, учащего в этом процессе. Я не могу понять, в чем причина, почему. Многие не воспринимают этого. И Костоев категорически не хочет этого признавать. Как будто так этого и не было. Мало того, я ознакомился с материалами архива в суде 270 томов. Я, честно говоря, прогрестал практически все лет пять назад тома. И я ни в одном томе не нашел вот этих психологических портретов, которые я описывал Бухановский, хотя они даже не были бы предпричинены материалом уголовного дела. Нигде не нашел упоминания о том, что первое показание признания Чикатило дал Бухановскому. Нигде все это удалено из материалов. Зачем, почему, непонятно. И продолжают это отрицать. У вас в какой-то момент возникла к нему ненависть? Нет, мне его жалко. Мне его жалко. Жалко почему? Мне с самого начало. Вы понимаете, так распорядилась судьба. Он не виноват. Он больной человек. Вы считаете, Бухановский говорил о том, что его нельзя было расстреливать? он больной. Он больной. Вы согласны с тем, что его нельзя было расстреливать? Есть. Вот почему после этого, может быть, и в связи с этим и так далее, ввели так называемую ограниченную вменяемость. До этого не было вменяем, не вменяем. Все. А сейчас есть вменяемый, ограниченно вменяемый и не вменяемый. Объясните мне, ведь зал аплодировал, когда произнесли, что смертная казнь. Эмоции, это понятно. Он убил столько людей и детей. Страшно придумать. Ну, хорошо. Антон, две секунды. Вот представьте себе, вот он убил 53 человека. Ну, давайте ему гоним 53 пули. Каждый будет. смысл. Это очень серьезный вопрос, поэтому я считаю, нельзя было. Хотя, хотя, есть такие твари, которых нужно. Была установка его расстрелять. Его нельзя было оставлять. Вы понимаете, столько родственников, как бы это восприняли все остальные окружающие. Это все-таки было части политический момент. Конечно, безусловно. Как во всем остальном. Продолжение следует...